Ну и после всего этого, как вы все-таки подошли к партийной работе, к тому, чтобы стать депутатом? Как вы вообще оказались рядом с политикой, скажем так, бывший наш директор колхоза, наш, условно, постоянно вы говорите, российский, хотя жили в Казахстане, переехали в Германию, рассказали эту совершенно невероятную историю. И один бизнес, и второй бизнес. И вдруг партийная работа теперь. Еще и церковь, и вера, и проповедование. Как вы решили, политику не было вот такого, как у всех советских людей, что политика грязное дело? Ну где-то удлинитель был, посмотри. Посмотрите. Ко мне пришли местные немцы. Сейчас Саша посмотрит удлинитель. И обратились с таким этим, что вы помните, в 15-м году иммигранты в новогоднюю ночь в Кёльне, в общем, было более тысячи заявлений на изнасилование, попытку изнасилования. То есть они учинили там настоящий вахканалик. У нас широко это освещалось и показывали, вот до чего Германия дошла, что типа мигранты творят чего угодно. И нет этот стекер, пожалуйста. Саша, скажи. Да. Вот. И когда мы начали обсуждать этот, они мне говорят, ну, разве ты не слышал, что было в Кёльне? Я говорю, слышать слышал, а я-то тут при чем? Подымай, пожалуйста, твоих людей, ну, русскоязычных. Я говорю, с чем это? О чем вы? Ну, это были взрослые люди, это были, ну, старики, которые подымали Германию, 80 лет, 75. Он говорит, вот смотри, тысяча заявлений на изнасилование, ни одного заявления на драку. Как ты думаешь, были наши женщины там одни или они... Я говорю, я не думал об этом. Он говорит, вот видишь, ты не думал, а надо было бы подумать. Мы знаем, что ваши ребята зубами бы рвали, не дали бы своих женщин, и даже чужих женщин не дали бы в обиду. А наши разбежались. Мы за эти годы американской промывки мозгов потеряли свою идентичность. Пожалуйста, мы тебя очень просим, давай. Я говорю, слушай, ну, некогда, у меня бизнес, у меня то. Ты потеряешь и бизнес, и все, и будущее потеряешь здесь, если не возьмешься за это дело. В общем, такой был хороший, или не очень хороший разговор. Я говорю, ладно, хорошо, а почему вы? Вы же, вы же, ну, местные. Почему вы не встаете? Ой, так у нас бизнес, ты же понимаешь, нас тут это, а у меня? Ну, вы привыкшие к этому, чтобы вас били. Да. И так, ну-ка, вот теперь я кабель нашел. Давайте я себе место найду. Где-то треснется. А где? Там нету розетки. Как мы сейчас попробуем, здесь получится у нас, а так, все, я подключился к розетке. Вот. Да, они говорят, тебе ничего не надо. Ты скажи, что ты вот в местный совет хочешь. Нам надо, чтобы ты в местный совет прошел и все это делал. Я вот вряд ли меня здесь изберут. После того, как я себе тут кое-что приобрел, купил, ну, зависть и прочее. Я сомневаюсь, наши люди не активные в голосовании, а местные, вы же все против меня почти. Не твое дело. Ты согласен? Я говорю, да, согласен. Ну, и вот прошли выборы в местный совет, и я третье место. И попал здесь в местный этот. Для меня это был шок. Я потом собрался, я говорю, а как же так? Вы почему в лицо не говорите, а за спину все-таки выбрали? Ну, потому что надежда на вас есть. И это меня заставило потом поехать на этот съезд, о котором я говорил. Я поехал на съезд партии «Альтернатива», не желая быть политиком, не желая быть депутатом. Я просто хотел послушать, что это за люди. Они говорят о том, о чем я думаю. Семья – ячейка общества, уважение к старшим, отношение к детям. То есть, ну, все подходит. Консервативное мышление такое, как я к нему привык. И христианство – это основа нашей страны. Это тоже они в открытую говорят. И поэтому я поехал на этот съезд. И был, конечно, приятно поражен всеми этими красивыми речами. Там адвокаты, профессора подготовлены. Говорят о том, что действительно мы далеко зашли, заигрались в толерантность. Далеко отошли от Бога. Нам надо возвращаться назад и прочее. Вот эти все постулаты. И вдруг я получаю внутри вот этот голос, что теперь ты пойди. И я вообще не был готов. У меня, ну, довольно сильный диалект. Я говорю на полу нашего полуэтом. Его уже теперь не исправишь. Я могу выразить свою мысль полностью. Я могу анекдоты, шутки и прочее. Но диалект остается. И все эти комплексы, и неподготовленность моя, и документы с собой не брал. Конечно, это было непростое решение. И, как я уже говорил сначала, я постарался уйти от этого. Я постарался уйти с этого съезда, чтобы не искушать себя лишними и всеми этими. Но понимал, что я иду против воли Божьей. Я трушу. И чтобы как-то себя оправдать, я пошел вперед, уверенный, что меня не принят. Ну, получилось так, что один там знал меня и порекомендовал, и меня приняли в список. И потом, когда я выступал, я выступил, и в зал встал, и аплодировал. И я прошел, и стал депутатом. Я хотел задать вопрос. Вы рассказываете эту историю при соединении к АДГ. А вот, я так понимаю, что это было и начало становления партии в том числе. Вы, когда пришли, там были, вот кроме вас, еще российские немцы? Или вы там были такой единственный немец из России? Нет, там до меня уже были. И я не с самого начала в этой партии, а не с 13-го года, и уже два года было в этой партии. Я пришел в 15-м, даже в 16-м году, три года. Там были ребята, которые были с самого начала, которые увидели и участвовали. Они и сейчас есть, и у нас очень большая группа. У меня сегодня, кстати, собирается, но это не относится к АДГ, а относится к, я являюсь председателем Совета Российских Немцев в Германии. И председателем Совета Интернационального Народного Совета Российских Немцев. Потому что диаспора насчитывает почти 12 миллионов человек. У нас Северная Дакота, например, говорят, до 30% в Российский Немцев. Аргентина, Бразилия, там большие, огромные, по 2,5 миллиона диаспора. И это тоже, они до сих пор называют себя Аламана с де Волга, немцы с Волги. И даже если я родился в Казахстане, то мы все равно Россией. Мы были российскими немцами, мы в Казахстан были высланы. Поэтому это не поменяло нашего, статуса этнической группы не поменяло. И вот так сейчас. У нас очень активные наши люди в альтернативе. Хотя есть и здесь свои, там, крылья, правое крыло, левое крыло. Я представляю консерваторов. Я консервативно-христианский посыл, который я туда несу. От него я ни на шах не отхожу. И если эта партия когда-то, как это сделала ЦДУ. Ведь если бы ЦДУ не ушло от своих начальных постулатов, вот когда мы приехали 25 лет назад, в ЦДУ было то, что сейчас АФД. По всем высказываниям, посмотрите речи, все подходит. Но потом ЦДУ ушло так далеко влево, что остался большой промежуток, который мы заняли. Сейчас надо будет постараться, конечно, проговорить с нашими ребятами о том, какую роль мы должны сыграть вот в новом становлении, в этих процессах, которые мы видим в Германии. Вот Штутгарт, да, разгромили. И это только начало. Это все понимают, что это проба. И эта проба удалась. То, что делают сейчас политики, пытаясь обвинить полицию, пытаясь там оправдать, якобы это была просто какая-то гулянта, зря так делают. Безнаказанность она порождает вот это все. Ну, а вот вы упомянули Штутгарт, а вот по-вашему, насколько это похоже на американскую ситуацию? Я сто процентов. Это как-то перекликается с тем, что происходит в Америке? Конечно. Это проект, занесенный оттуда. Я, ну, не сторонник там теории заговора, но логика сама говорит об этом. Как можно? То, что вот погиб там этот лой, ну, нехорошо это, неправильно это. Не должен был полицейст так делать. Но то, что из него сделали идола сейчас, натурального, этот человек бы пять раз в тюрьме сидел, женщин бросал с детьми, пистолет беременной женщине к животу приставлял, просил, требовал, вымогал денег у нее. Был накуренный или наколонный полностью. И он теперь стал идолом свободы. И когда Джо Байден говорит, что смерть этого лойта для Америки имеет больше значения, чем смерть Мартина Лютера Китберта, я просто в шоке. Я, это вот куда упала мораль, да? И когда борец, пастор, борец за права человека, которого знает весь мир, его смерть, и которого застрелили, просто террориста убил, большее значение, вот надо вдуматься об этом. И теперь, понимая, что этот проект захлебывается в Америке, он не сработал так, как было запланировано, его переносят в Европу. И переносят те же самые игроки, которые спровоцировали вот эти волны беженцев сюда. То есть это звенья одной цепи. И поэтому я говорю, что это не последнее, это только начало. Скажите, а многие вот понимают вашу позицию? Многие ли принимают ее? Вот по нашим данным, от двух до шести миллионов все-таки переехало, да? Скажем так, российских немцев назад в Германию. Вы говорите еще об Аргентине, о Бразилии, то есть о Южной Америке. То есть те, кто поняли и знают цену социализма, да? Того, что вот сейчас пытаются в Америке насадить, ну вот эти вот силы. Много у вас сторонников? Много поддерживают партию? Есть еще возможность для роста вашей партии? Есть, конечно. Есть и болезни, как у любой маленькой партии. И при всем, при том надо понимать, что структуры тоже не бездействуют. Очень много засланных людей, очень много провокаторов, которые пытаются внедриться и пытаются каким-то образом утянуть в ранг новофашистской организации. Потому что усмирить, вот в Германии усмирить можно человека тремя дубинками. Фашизм, антисемитизм и расизм. И вот эти все три дубинки против нас используют. Им очень тяжело их использовать против меня. Когда вот журналисты там начинают про фашизм, я говорю, бросьте вы, снимите меня более крупным планом. Глаза не голубые, рост там не удался. Да какой я фашист? И они в шутку там. Ну, понятно, что это надуманное. Расизм тоже. Я говорю, как так? Какой я расизм, если я наполовину армянин, наполовину немец? В общем, не клеится ко мне вот этот их лейбл. И поэтому меня не очень любят местные журналисты. И по-другому, я говорю по-другому. Я не говорю политкорректно. То есть я говорю то, что у меня есть. И я не беспокоюсь о том, буду ли я избран еще раз или нет. Вот это сейчас очень большую роль играет. Ведь многие начинают выстраивать свою речь и свое это с целью. Будут ли они избраны еще раз? А мне нет. Если он хочет, я буду избран. А если он не хочет, слава богу, я пойду опять на зонт-бизнес и буду намного проще жить, чем сейчас я живу. Поэтому вот такая ситуация. Я вот еще хотел сказать. Много ли? Я думаю, процентов 55-60. Но вот из-за того, что на нас то один лейбл, то второй, то третий, люди нормального мышления думают, ну а вдруг что-то... Не бывает же дыма без огня? И вот они стоят в позе ожидания, уже не избирая. ЦДУ не избирает, но еще и не избирая нас. Ну и нам надо, конечно, очень много еще работать внутри партии, чтобы не создавать вот таких кланов и прочее. Но это, я думаю, что это болезнь всех партий. И есть шанс, что нас на этих выборах просто разделят. Если проект сработает, нас разделят, и тогда мы никуда не выберемся, не пройдем. И тогда элита, та, которая пытается скинуть Трампа, та, которая трамбует нас, тогда она опять восторжествует. И начнет доводить до конца свой вот этот мультиглобалистический план. Если же мы на этих выборах в следующем году наберем голоса, тогда шанс еще есть. Ну, ваша партия одна из крупнейших в Германии. Вы третье место заняли по числу депутатов в Бундестаге. Да, да. Это, ну, оппозиционная мыль. Самая крупная из тех, которые там сидят. Но сейчас зеленые поднялись очень сильно, потому что молодежь выбирает зеленых, потому что доктрина вот этого безбожия воспитания, которое в школах, это начало в 60-х годах, когда прошла вот эта революция. Хиппи, панки и прочее. Вот эти люди, они не исчезли. Они стали профессорами, докторами, они пишут учебники, они учат наших детей. И теперь очень много молодежи выращено именно вот на этом идеале. Они, конечно, голосуют за зеленых, не понимая даже, в чем там эта программа у них этих зеленых, не понимая в том, что партия вообще-то была создана педофилами, и они легализованы, а потом они прикрылись этим фидовым бесточком зеленым и пытаются уничтожить страну, в которой они живут. Но это проблема. Проблема молодежного воспитания, это очень серьезная проблема. Еще в церквях наших держится молодежь, потому что она питается немножко другой пищей, хотя и их тоже очень коробит вот эта общая образовательная система безбожья, вот эта ранней сексуализация, когда в детских садах интимные уголки, когда детям начинают рассказывать, как папа с мамой, и как дядя с дядей, а тетя с тетей. И вот это все, оно не может бесследно проходить, оно оставляет царапины на душе детей. У нас вот в России, знаете, часто иногда такое есть давление на верующих людей, когда верующий человек старается как-то выражать свои политические взгляды, и ему как, знаете, старательно намекают, что политика это грязное дело, люди, которые входят в церковь, люди, которые выцерковлены, они не должны интересоваться политикой, они должны быть вне политики. Я вот сам когда-то был муниципальным депутатом, и вот я помню даже по заказу, скажем так, власти была такая статья опубликована, она была посвящена мне, начиналась словами в политике «Бога нет». Ну вот зачем вам верующим идти? Я думаю, что в Германии, наверное, нет такого прямого отношения, что верующие не должны заниматься политикой. Мне вот интересно, церковь, которая традиционно католическая, лютеранская церковь, которая в Германии поддерживала ХДС, ХСС, они сейчас не понимают, что вы именно выражаете христианские ценности, то есть они не готовы вас поддерживать? Нет, они не готовы, они не могут нас поддерживать, потому что все священники находятся на зарплате у государства. То есть через налог, который снимается из нас всех, церковный налог, то есть они являются де-факто чиновниками государства. И он не может, даже если бы он захотел этого, не может он против работодателя начинать что-то говорить, его просто снимут с работы. У нас есть один лютеранский священник, здесь в Бремене, Лаци, который, ну, на основании Библии проповедовал и говорил, говорил о любви ближнего, ну, то, что оно должно быть и как оно должно быть. То есть он был не с листочка. И все, сейчас снимают, его затравили в газетах и везде, ну, не знаю, как дальше будет. У нас очень сильно, вот смотрите, политика грязное дело, политика нейтральное дело. Только в чихо на руках вот то оно и становится. Эти, вот эти, которые были в 60-х годах, хиппи, панки и прочие, они 40 лет, они 40 лет выстраивали свою стратегию прохода в местные, в муниципальные и в Бундестаг. Для чего? Для того, чтобы творить законы, которые ихней идеологии соответствуют. Вот то, что нам когда-то эту доктрину внушили, это самый лучший подарок сатане, который можно было сделать. Не ходите, христиане, туда, где творятся законы. А вы же законопослушные, вы должны потом жить по законам, которые сотворю я, сатана. Вот в этом зернышке. И когда, почему меня так тяжело там? Потому что я, любой законопроект, который я вижу, я понимаю, там его почерк. Там нету христианского почерка. А откуда же им взять его? Если они Бога не знают, если они Бога не видят, не слышат и презирают. Как они могут, безбожные депутаты, творить божьи законы? Да не может такого быть. И ЦДУ раньше было таким гарантом. Они всегда были где-то сбоку. Они так, но они все-таки держались за основу, за Библию и на этом. Но теперь получилось так, что они завоевали и ЦДУ. ЦДУ маленькое крыло консерваторов, которое проигрывает. Постоянно, на всех выборах проигрывает. И когда мы, придя в парламент, подняли вопрос о однополых браках, потому что там нашли нарушение, когда проголосовали, там не было кворума. Они в пятницу самым последним вопросом поставили, когда все уже разъехались, и проголосовали. И теперь мы, придя туда, подняли вопрос, давайте переголосуем. Мы переголосуем в надежде на то, что если ЦДУ и мы объединимся, то этот закон будет остановлен. Одна женщина из ЦДУ нашла смелость, проголосовала против этого закона. И 93 депутата мы. Было 94 голоса. Один депутат ЦДУ, женщина, которая нашла смелость и поймем, проголосовала, что, чтобы этого закона. Все остальные проголосовали за этот закон. И поэтому, если мы хотим, чтобы Царство Божие на земле, как на небе, то это не только Царство Божие в Церкви. Не может оно быть в этих стенах. Церковь – это спортзал, церковь – это фитнес-клуб, в котором ты тренируешься, в котором ты назидаешься. Но если ты только тренируешься и не выходишь на поле играть, то какой же из тебя тогда футболист или кого ты тренируешься. А у нас очень часто вот так, мы себя там евангелизируем, себя лечим, внутри себя там духовные. И как только выйти на улицу, а дети наши идут в этот садик и глотают вот эту гадость. Дети наши идут в школу и едят вот то, что им преподают. Приходят две лесбиянки на урок религии и объясняют в классе, как это гигиенично делать и прочее. Вот, вот, и давайте дальше будем в церквях. Здесь у нас там собрались в бывшей церкви открыть публичный дом. Если бы меня не было там на этом заседании, и я не поняла бы, что, вообще, что ли, то открыли бы публичный дом, а мы бы потом молились, чтобы его закрыли. Ну, его бы открыли. Вот, вот как-то мы, вот как-то умудрился вот этот наш не совсем поменять наше мышление так, что мы отдаем власть в руки тех, кто творит законы, по которым нам жить. И это очень неправильно, это совсем неправильно. Католики сейчас, лютеране надо, вот, к моему сожалению, они полностью под вот эту гендерную уже, там, там в церкви проводят семинары, как туалеты делать для, ну, в общем, совершенно сатанистов, тут у нас соседний пастор пригласил сатанистов, чтобы они провели богослужение, правильно, чтобы люди посмотрели, они пришли, там свечи свои поставили, черепа поставили, и проводили свое богослужение в лютеранском храме, и он на первой странице газеты фотографируется с вот этим вот в черепах, всем говоря о том, какая у нас толерантная вера, Бог любит всех, и я согласен, что он любит всех, ну, кого любишь, то вы наказываешь, и не могу я в это, ну, вот, вот до такой степени. Католики еще есть, особенно пожилое, старое поколение, они понимают, что творится не то, а политику вмешиваться не хотят и не могут, а само духовенство, получая зарплату, делает то, за что им платят. Сейчас говорить о лютеранской церкви в Германии, ну, вот, о том, что мы называем Екаде, тоже вот, у меня, честно скажу, душа болит за состояние вот церкви наших братьев там в Германии и бывает, когда здесь в России тебе задают вопрос, там, ты лютеранин, ты бежда, ну, это вот как в Германии приходится, ну, не знаю, искать какие-то оправдания, объяснять, что лютеране бывают разные, что есть лютеране консервативные, которые там не признают однополых браков, есть лютеране какие-то другие. Это очень, на самом деле, ну, как бы тяжело объяснять и хотелось бы, наверное, чтобы мы все придерживались вот одних таких в хорошем смысле консервативных взглядов. И вот сейчас говорят, это германская идентичность, ту, которую там когда-то приложил лютер, да, руку к этому строил и классический германский, немецкий язык, и вот это лютеровское понимание капитализма, ну, как бы он, наверное, таких слов не знал, как капитализм, да, но он фактически, фактически прививал этот немецкий порядок. Вот то, что он сейчас размывается, вы считаете, что вот какую-то роль играют иммигранты, я не про российских немцев, а вот про иммигрантов, скажем, более позднего времени, вот последних лет. Они размывают как-то немецкую идентичность? Ну, любой, любой приходящий народ, приносящий свою идентичность с собой, даже мы, вот российские немцы, да, мы внутри немцы, и меня с этим воспитывал дедушка мой, мама моя, и я понимаю это, но мы принесли другую идентичность с собой, то есть мы может быть более консервативные, может быть более умеющие выживать, то есть вот этот отпечаток, который наложило вот эти 60 лет хорошей жизни в Германии, плюс промывание мозгов, которое я не хочу, чтобы вы думали, я против там Америки или что-то, но очень большое влияние идет оттуда именно на систему образования, на средства массовой информации. Я вот разговариваю с медиа, с нашими, я говорю, вот давайте вспомним, когда вы видели последний раз у нас по телевидению, по центральному репортаж, положительный репортаж о многодетной семье. Все улыбаются, нету таких репортажей. А вот если там кто-то спасает мир, он обязательно алкоголик, разведенный, наркоман, и вот такое все. И это постепенно, постепенно входит в нарратив, входит в мышление и молодежи, и всего. И, естественно, размывает сам менталитет. Почему эти немцы пришли вечером ко мне? Потому что они в нас видели тот менталитет, который был в их, в них, в стариках еще. А в своей молодежи они его уже не видят. я был, последний раз у нас была у вас на брюке демонстрация, и против нас всегда выстраивается антифа. Они там кидают бутылками, камнями, орут, свистят, считают, что они исполняют свой священный долг. и когда я подошел просто вплотную и сказал, хорошо, я, наверное, начинаю вас понимать. Давайте мы побеседуем. Вы пришли сюда, чтобы не дать мне говорить, потому что считаете, что я могу навредить нашей родине, Германии. Я так, правильно? Ну, так что-то попритихло, они переглядываются, не поймут. Я говорю, ладно, хорошо, я упрощаю задачу. Значит, получается, что вы любите родину и я люблю родину. Ну, наверное, у нас по-разному это. Так? Тишина. Я говорю, еще раз упрощаю. Кто любит Германию? Поднимите руки. Тишина. Ни одной руки. Я говорю, я так, вы, наверное, меня не поняли. Хорошо. А кто не любит Германию? половина и молодежь вся кричит «Scheiz Deutschland! Scheiz Deutschland!» Это молодежь, которая, наверное, еще не работала, наверное, не знает, что такое голод, горе, беда. Вот такой менталитет. Я говорю, ну, если вам правда не нравится эта страна, ну, кто же вас тут держит? Ну, это белые, это не иммигранты были. Иммигранты стояли и молчали, потому что они, они их берут с собой как этот, как статист, фонд, чтобы больше было. Но на самом деле, когда видят такое иммигранты, они потом становятся активными. И потом они становятся, вот то, что произошло в Штутберге, там не было бледнолицей. Аллах Акбар кричать при разрушении магазинов немцы не будут. Это были другие люди. И там уже менталитетом, конечно, не так, как имя немецкий. Ну, госпожа канцлер Ангела Меркель, она как-то откровенно высказывалась насчет иммигрантов. Она сказала, что мы флорировали такую политику, что вот иммигранты, прибывающие к нам из разных стран, они привносят что-то вот в нашу германскую культуру. Мы это приветствуем, то есть мы как бы вот удовольствуем за такое разнообразие. Но она сказала, но в душе мы надеялись, что они выучат наш язык, они примут наши порядки, они примут нашу культуру, и может быть даже она сказала, они примут нашу веру, то есть станут либо лютеранами, либо католиками. Она сказала, вот эта политика мультикультурного вот такого общества, политика мультикульти, она сказала, она провалилась. Вот вы считаете, им можно как-то все-таки вот этих поздних эмигрантов интегрировать в общество Германии или все-таки дать возможность этим людям, если они пожелают вернуться в свои страны, поддерживать их как-то в этих странах, помогать? Я думаю, что не зря, конечно, они приехали сюда. И у меня есть опыт, когда каялись сирийцы, когда каялись иракцы и принимали Бога. Но они не хотят религии, они хотят веры, они хотят живого Бога, они хотят его переживать, потому что религия – это то, где они сейчас, в самом вот этом, там рамки и прочее. Но когда они приходят к нам в нашей традиционной церкви, а там нету шесть бабушек, и их ничего не держит там, он не может пережить Бога, они очень верующие. Кстати, мусульмане намного больше верующие, чем, если можно так сказать, чем мы. То есть у них богобоязнь больше. И если им правильно донести, что с Новым Тестаментом приходит свобода, но не Бога, а отрицание, тогда у нас есть шанс. Вот вновь покаявшиеся, они горят, там столько веры, но в основном они возвращаются к себе. Вот они как раз, получив Бога в сердце, едут туда рассказать своим об Иисусе. Остаются здесь в основном те, которые приехали сюда с другим посылом. Ведь эти беженцы, как называемые, процентов 10 из них беженцы, 90-е – мигранты, виршатцы – мигранты. То есть они ехали сюда, в благополучных регионах, по заданию своих семей. Я с многими общаюсь, у меня большой круг знакомства. Я в сирийскую группу веду, в Бундестаге, я был в Дамаске. Я разговаривал с главным муфтием, с доктором Хасуном и с этим патриархом ортодоксальным. Мы говорили о многих вещах, и я сейчас не буду, это много времени займет. Но то же 90%, которые приехали сюда за сладкой жизнью, они не приехали сюда менять свои традиции и обычаи. Это не получилось с турецкой диаспорой. Турецкая диаспора 40 лет здесь. И в конце концов было сделано заключение, что там, где они живут местами компактного проживания, они остались своим языком, со своей культурой. И даже если они хорошо знают немецкий язык, и сейчас особенно это заметно, молодое поколение турков намного религиознее, чем их родители. Фанатично-религиознее. Потому что новые мечети, которые у нас растут как грибы, они пропагандируют не тот ислам, о котором мне говорил муфтий. Что он мне говорил, добро пожаловать на родине Иисуса Христа. Если вы, христиане, не вернетесь в Сирию, Сирия не будет такой. И вообще, так говорит молодой человек, вы думаете, что идет война между мусульманами и христианами? Нет, война идет у нас, в мусульманстве, между радикальным исламом и нами. И если радикальный ислам победит, то тогда они серьезно займутся вами в Европе. И он называл радикальным исламом, это турецкое изложение ислама, турецко-эмиратское. А у нас эти церкви здесь. Все проповедники проповедуют на турецком, все получают зарплату в Турции. Они приходят сюда и несут свою идеологию. И по этой идеологии рождается новое поколение молодых турков, здесь родившихся, но несущие радикальный ислам в себе. И к ним примыкают сейчас те, которых мы запустили. По официальным данным у нас более 10 тысяч бойцов ИГИЛа. И я 100% уверен, что они приехали сюда не работать на Зиминце и на Мерседесе. И вот эта игра, которую затеяло наше правительство во главе с Меркель, и которую этот проект, который выстроен из-за океана, он несет в себе одно – уничтожить в Европе цивилизационное культурное наследие и христианство. Не вижу никак, не вижу никакого. Как так? Четыре года шла война в Сирии, и у нас не было беженцев почти. И ничего не изменилось в этой войне, и вдруг за один год один с лишним миллион. Это что, случайно? Это, нет, спланированная, хорошо продуманная, логистически отработанная акция. И все. Вот мы теперь имеем то, что имеем. У нас серьезно мы будем… Есть такая русская поговорка, мне как-то кто-то ее говорил. Отвернулись от Бога, и война у порога. Вот отвернутость от Бога здесь на очень-очень большом уровне. Законы, которые мы принимаем, это законы Содома и Гоморры. Вот один в один можно. И поэтому я думаю, что не избежать наказания. Но я уверен в том, что когда придут трудности, люди опять вспомнят, кто помог им эти трудности переживать, кто восстанавливал с ними вместе эту страну, и вернуться к Богу, и мы сможем все-таки отстоять это. К сожалению, без трудностей не получится. Простая евангелизация не помогает. Он как-то сытый, голодного не понимает, и вот это сейчас ситуация у нас тут. Вальдамар, наверное, уже длинный у нас эфир, мы посмотрим, что мы сделаем с этим. Но вы много говорили о молодежи, вам 57 лет. Как вы думаете, вам удастся передать нашей, как вы называете, русской, немецкой молодежи, вот те ценности, которыми вы сейчас наполнены? Удастся отстоять Германию? Или молодежь не следует за вами? Как вы оцениваете? Нет, я бы сказал, что сейчас идет и среди нашей молодежи возврат и пробуждение. Я по своим старшим сыновьям смотрю. Они одно время, ну, просто уже не говорили на русском языке. Вот с самого начала как-то все мы, давайте, нанимы же немцы, надо на немецком, да неудобно там в магазине на русском, мама, ну, чего ты, ну, вот такое. И это, конечно, отдалило их. На сегодняшний день мы сами изучаем русский язык, они сами возвращаются в нашу историю, они сами задают вопросы, а как было там, а почему мы туда переселились. И вот этот вот ренессанс, который я наблюдаю, дает мне такую надежду и веру, что я когда-то, когда пошел в политику, первое я сказал, моя задача здесь держать двери открытыми, пока вы подтянетесь, пока молодежь подойдет. Потому что я не создан, я вот, ну, не могу я себя, не ощущаю политикой. А вы, смотри, вы здесь отучились все, вы умеете так красиво на немецком говорить. Я буду держать эти двери до тех пор, пока вы подтянетесь и займете эти места, поднимаетесь, пожалуйста, идите в местное, идите в это, берите бизнес в свои руки. И вот это как раз тема сегодняшнего, сейчас уже начнут подъезжать люди ко мне сегодня вечером, собираемся, и завтра будет у нас целый день вот этот съезд всех лидеров со всех земель российских немцев. И это самая главная тема, о которой мы будем говорить. Как нам объединить бизнес-сообщество наше, как нам выстроить мостики с нашими диаспорами, оставшимися по всему миру, и через эти мосты начинать нашу идентичность защищать, наши идеалы защищать. Потому что идеология без подкрепления, она, ну, это просто болтовня. А когда мы начнем малые и средние предприятия объединять, я как-то выступал, говорил, что до тех пор, пока бизнесмены, товары, ученые, школьники, границы пересекают, танки не будут это делать. Нам надо в обход санкциям, в обход всем трудностям создать альтернативные пути сотрудничества на уровне народной дипломатии и народного бизнеса, малого и среднего бизнеса. Вот об этом мы будем завтра говорить. И, естественно, все это связано с возвратом к вере. Потому что наши, даже те, которые отошли от Бога, ну, скажем так, не оцерпленные или не такие, ну, в общем, такой, какой я был раньше, по воскресеньям иногда, раз, два года, даже те начинают понимать, что все эти, вот все, что творится сейчас, это потому что мы от Бога отошли, это потому что веры не хватает. И потихоньку начинает возвращаться. Здесь сейчас очень роль большую будет играть в нашей церкви. Если они будут открытыми, если там не начнется, вот, я не хочу никого обижать, но там вот, если ты платочек не носишь, то в рай не попадешь, вот это должно уйти. Ну, просто забыть об этом, потому что не это, Бог нигде в этом не писал об этом. Нам надо сейчас привлекать к живой вере людей, молодежь, и она придет, она ищет, она понимает. И чем сложнее времена, тем больше будет идти. Я надеюсь, верю, что вот роль именно нашей диаспоры, нас не так много, 4,5 миллиона российских немцев, русскоговорящих около 10 миллионов, но это уже, уже серьезный такой потенциал. И я понимаю, что мы влияем, на нас по-другому смотрят, на нас по-другому смотрят с уважением и со страхом. Там, где вот бесчинствует эта молодежь, там, или где-то пытается, если она слышит русскую речь, то все, они понимают, что это не толерантные немцы, эти могут и по морде надавать, давай, мы лучше тут не будем. И вот я думаю, что вот в этом нашем отношении не в морде и по морде надавать, а все-таки в уважении к себе, уважение и любовь к той земле, на которой ты живешь, она в нас есть, и вот на ней надо выстраивать сейчас наши отношения и попробовать сохранить, сохранить Германию, сохранить, потому что я не хочу глобализировать это все, но если Германия рухнет, рухнет Европа. Если Европа втянется в хаос, она потянет за собой Россию. Это не должно быть. Выход есть другой, о котором я всегда говорю, что Европейский союз, европейское пространство от Лиссабона до Владивостока – это будущее. Мы должны объединиться хотя бы сейчас на коммерческих интересах. Если мы не можем создать там единый какой-то конструкцию, Соединенные Штаты Европы, как это, да, мы давайте хотя бы поймем, что эти глобальные возможности, которые имеет Россия с вот этими пространствами, месторождениями, с потенциалом, который имеет Россия, и объединиться нам, у которых нет этого, но есть трудолюбие, есть умение воплощать, есть порядочность, работоспособность. Если мы это сделаем, у наших детей будет будущее. Если мы не сможем это сделать, нам придется выстраивать свою жизнь по-другому. Вальдемар, вы вот сказали про свободные церкви, правильно же? Скажите, свободные церкви, поставляю, они не на зарплате, да? Я под свободными называю вот то, что вы сказали – писяческие, харизматические, там, баптистские церкви. То есть они не на зарплате, они не пляшут под дудку федерального правительства, да? Да, церковный налог не снимается, для них они не имеют доли от этого пирога. У нас две официальные церкви, это католическая и литеранская, и с каждого человека, хочет он это или не хочет, с зарплаты, как церковный налог, снимается автоматически. И вот этот пирог, плюс еще докладывает государство туда свое, и вот оттуда питается духовенство вот этих церквей. А свободные церкви живут на десятину, которую добровольно так будет. Скажите, вот что касается России, вам не кажется, что, ну, та же параллель с православной церковью в России, не кажется вам, что действительно вот свободные церкви, писяческие, харизматические, тоже надежда для нашей страны? Вот так взгляд со стороны. Ну, я не знаю, насколько, я же не живу там, не вижу. Я знаю одно, что протестанцизм сам по себе родил очень законопослушные, трудолюбивые, независимо от национальности. Это есть в самой проповеди Евангелия там. И там, где они силились, эти люди, ну, всегда же было процветание. Нету алкоголя, нету наркотиков, нету там, ну, более-менее здоровые семьи создавали здоровый быт. И я же знаю у нас в Казахстане, почему немцев не пустили назад на Волгу. Чеченов пустили назад, татар пустили назад. А немцев не пустили по одной причине. Потому что Никита Сергеевич сказал, если они оттуда уедут, кто же целину поднимать будет? И наше трудолюбие стало нам, нашим наказанием. Мы остались там, потому что мы поднимали целину, мы создавали колхозы, мы создавали все это. Ну, и, конечно, те, которые приехали, тоже помогали нам. Поэтому я считаю, да, что свободные церкви, они являются одним из источников процветания на той территории, на которой они становятся. Я не хочу в теологию вдаваться там, когда земля начинает рожать, которая не рожала. Это все связано простым трудолюбием и верой людей, и нормальным поведением их. Вот. Насколько этому мешает или помогает эта ортодоксальная православная церковь, я не знаю. Я не видел там этих отношений. Я думаю, на местном уровне это всегда отношения между пасторами. На государственном уровне, да, она является официальной, и я не знаю, они вообще получают дотации, или они тоже живут на свои... Я не знаю, как... Ну, я знаю, что у вас церковного налога нет, это точно. На что-то как-то они живут. Поэтому я думаю, что и то, и то, и то. Богу важны все. Вот кто-то, ну, вот кого-то зацепила литургия православная. И он видел там Бога и почувствовал, и слава Богу за него. Кто-то нашел его вот в таком служении, как я, и тоже здорово. Нам объединяться надо, нам плечом к плечу надо стоять, потому что та угроза, которая сейчас движется на христианство, она скоро сотрет вот эти все междинаминационные расприи. И никогда за всю историю человечества не гибло столько христиан, как сейчас. 200 миллионов христиан живут под постоянным страхом жизни, и более 500 миллионов не могут свободно проповедовать, исповедовать. Такого не было никогда. И эта тенденция, она набирает силы, поэтому нам надо все полки выстраивать, какие есть. Согласна, согласна. Наверное, последний вопрос, Александр. Ну, знаете, не столько, наверное, вопрос, столько пожелания, потому что я вот слушаю, наверное, для справедливой картины нужно сказать, что вот то, что мы, вы в Германии называем фрайкирхи, да, свободные церкви, среди них есть и литуранские церкви, которые, ну, скажем, сознательно не получают помощь от государства, именно потому, чтобы иметь какую-то свободу выражения. И мы с такими церквями, вот, ну, по крайней мере, стараемся какую-то духовную связь иметь. Там, в Германии, вот здесь, в России, я когда проповедую, я всегда говорю, что у нас есть в Германии братья, да, у нас есть в Германии консервативные братья, которые, ну, близки нам по духу. Ну, лютеране они или пятидесятники, потому что вот мы здесь, в России, вот наша лютеранская церковь, мы дорожим и с пятидесятниками, и с баптистами, у нас прекрасные отношения. Вот то, что, наверное, нас объединяет, это вот как раз одно понимание, одно понимание Библии, одно понимание Евангелия, что мы, и мы, и они, мы консервативные церкви, в хорошем смысле консервативные. И вот я думаю, наверное, вот через этих консервативных христиан у нас здесь и у вас в Германии, наверное, вот можно какие-то добрососедские отношения выстраивать между двумя нашими странами, как они сейчас, может быть, не очень хорошо складываются, но мы надеемся, и мы всегда молимся за своих братьев в Германии, и когда мы там изредка созваниваемся, они тоже говорят, мы тоже вот в воскресенье молились за вас. И нас это поддерживает, это объединяет. Здорово. Ну, я, мое понимание того, мы все лютиране вообще-то, и баптисты, и пятидесятники, мы же все лютиране, мы же Лютера-то считаем за нашего. Он первое пробуждение сделал. Через него пришло пробуждение. Через него Библию мы читаем, все мы читаем ее, благодаря тому, что он тогда сделал. Поэтому мы ее постоянно... Как приятно вас слушать. Тем мы все... И так и пастор наш говорит. Ну, и каждый себе, да. Хочется поблагодарить вас за два часа эфира, за такую обстоятельную беседу, за то, что посвятили нас, россиян, российских верующих. Вы вдохнули надежду в кого-то, вы показали, что не надо верить вот этой лжи бесовской, что политика грязное дело. Надеемся, что молодежь услышит вас, услышит нас. Спасибо вам огромное. Просто за честность, за вашу смелость. Вы не упомянули это, но это надо и смелость иметь, чтобы, услышавши Бога, ответить Ему и пойти за Ним. Сказать, да, Господь, я пойду, чего бы мне это ни стоило. Благослови вас, Господь. Спасибо. И для зрителей канала нашего, для совместных, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях в Дум-студии был немецкий предприниматель, депутат 19-го созыва Бундестага Германии, парламента Германии, от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт. Вальдемар, спасибо огромное еще раз. Надеемся, что мы продолжим знакомить нас, россиян, с тем, что вы делаете в Германии и для Германии. А нас, конечно, вот то, что пройдет у вас на этой неделе, и вот буквально сегодня, то, что собирается у вас, ваш союз, который вы возглавляете, наверное, вы что-то расскажете нам потом еще и об этом. Спасибо. С удовольствием. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете, и спасибо нам всем. Мы должны сейчас объединяться, и это расстояние, оно, видишь, как сокращается через... Слава Богу за эти инициативы. Я всегда к вашим услугам. И если я могу чем-то как-то повлиять и помочь Царству Божьему на земле, как на небе, я всегда за. Это самая главная моя миссия. Я всегда говорю, я человек, крестиник, а потом уже все остальное. Спасибо вам. Хочу напомнить, что у нас в студии сегодня был также епископ Лютеранской Церкви здесь, в России, город Барнаул, Александр Франц. Александр, спасибо огромное за... Спасибо за такую приятную беседу. Спасибо вам, друзья. Напоминаю, что это был канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки. И я епископ Альберт Радкин. Благословения всем. Спасибо. 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 Спасибо.